Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрим на их характеристики. Я постараюсь рассказать про те вещи, про те особенности, которые самые такие показательные, самые интересные и о которых чаще всего спрашивают студенты. И также будет еще часть сюрпризов. Сейчас поделюсь более подробно. Но давайте вначале познакомимся. Меня зовут Евгения. Я отвечаю за образовательные программы в консорциях китайских вузов China Campus Network. Сегодня, возвращаясь к целям встречи, мы раскроем для себя картинку. И мне очень хочется, чтобы вы для себя ответили на часть вопросов. В какую страну стоит ехать, получать образование? Почему? Что вам больше всего нравится? Какие у вас цели? И вначале как раз я расскажу вам про те критерии и про те страны, по которым мы сегодня подготовились к вебинару. И постараюсь как раз вот этот анализ свести в более такую понятную форму, в более удобную форму для восприятия. Во второй части вебинара у нас подключатся студенты, которые учились или уже выпустились из университетов в других странах. Но в частности будет студент, который учился в ЮАР Киев-Китая, и будет студент, который учился в России-Китае. И в третьей части вебинара мы ответим уже на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы в чате. Мы обязательно к ним вернемся и разберем по максимуму все то, что можно будет разобрать. Так, сейчас включу вам пока презентацию. Кстати, открылась презентация. Если вы хотите ее смотреть в полном экране, можно нажать на кнопочку, чтобы она у вас была в полноэкранном режиме. Так будет, наверное, удобнее. Коротко еще раз хочется обозначить, что на самом деле тема очень обширная, тема зарубежного образования. И стран для получения образования очень-очень много. Поэтому охватить эту тему на 100% в одном вебинаре будет очень сложно. Постараюсь рассказать про самые такие важные акценты, самые интересные вещи. Ну, наверняка не секрет, что основная цель, за которой, в принципе, едут получать образование в другие страны, это получение качественного образования и получение определенных перспектив, определенных возможностей после выпуска из университета. И я думаю, что все ребята, которые так или иначе рассматривают для себя зарубежное образование, задаются вопросами, будет ли мой диплом признаваться в мире, каковы перспективы использования этого образования и языка, который я выучу, где я потом смогу трудоустроиться, какова стоимость обучения в жизни, каковы расходы на жизнь в этой стране, на питание, на проживание, есть ли возможность получить гранты и так далее. И мы как раз постараемся с вами найти ответы на эти вопросы. Касаемо критериев, по которым будем сравнивать, я предлагаю начать с самых простых и понятных критериев, о которых, в принципе, всегда спрашивают студенты. И, наверное, это основной критерий, самый прозрачный, это стоимость обучения в той или иной стране. В презентации у вас сейчас видны картинки, картинка под каждую страну, которую мы сейчас сравниваем, видны стоимости. Мы здесь выделили стоимость платного обучения для иностранцев на бакалавриате на английском языке и также на языке той страны, в которой вы будете получать образование, то есть на национальном языке. Здесь можно отметить то, что в ряде стран стоимость обучения на английском языке, она отличается от стоимости обучения на национальном языке. Например, если взять Китай, Чехию, Германию, стоимость обучения на английском, она выше, чем на национальном, ну и разница достигает порядка 30-50%. Соответственно, на английском языке дороже учиться, потому что эти страны не англоязычные, и для обучения на английском университеты привлекают у нас странных преподавателей, соответственно, там у них совсем другие расходы, другая стоимость образуется. Если посмотреть на диапазон стоимости обучения, то здесь можно выделить некоторые такие группы, но в частности есть, допустим, страны Европы, в которых относительно недорогое образование – это Чехия, Германия и Франция. Средняя стоимость обучения в этих странах на национальном языке составляет порядка 200-300 тысяч рублей. В принципе, стоимость сравнима с Россией. В Австрии и Франции можно даже найти самый бюджетный вариант от 100-120 тысяч рублей в год. Безусловно, здесь играет роль рейтинг позиций вузов, и, конечно же, эта стоимость идет в менее рейтинговых университетах, но, тем не менее, стоимость можно найти даже сравнимо с российским образованием даже дешевле. Стоимость обучения в Азии, она также сопоставима с этими странами и сопоставима с российским образованием, но, в частности, в Китае стоимость обучения на китайском языке, она начинается от 100 тысяч рублей. Если взять Южную Корею, то от 180 тысяч рублей, ну и, соответственно, в Южной Корее до 500 тысяч рублей. Если взять такие страны, как Англию, США, безусловно, там ни для кого не секрет, там другой порядок стоимости. В Англии можно найти для себя обучение, начиная от 800 тысяч рублей, ну и вплоть до 2 миллионов рублей. Возможно, даже есть ряд вузов, которые дороже, но мы брали, знаете, такие средние диапазоны, чтобы не брать совсем там крайнюю стоимость, да, там самая высокая. Если говорить про США, то здесь стоимость обучения в среднем идет от 1 миллиона 100 тысяч рублей, ну, до 3 миллионов. И, соответственно, есть вузы, в которых там может быть еще выше стоимость. Обратите внимание, стоимость специально для удобства я привела в рублях. Стоимость, она идет по текущему курсу, курс сейчас, ну, он, в принципе, периодически скачет, поэтому, конечно же, финальная стоимость обучения, если опираться на доллары, на евро, она будет меняться. Соответственно, здесь важно понимать, что здесь будет, скорее всего, там, в плюс, да, может быть, скачок. Это будет зависеть от валютных курсов. Вот такова картинка по стоимости. Еще раз повторюсь, все зависит от университета. То есть все вот эти диапазоны, они, конечно же, не такие, не фиксированные, и это не означает, что в любом вузе Китая можно учиться за 100 тысяч рублей, в любом вузе Австрии. Нет, это диапазоны, от которых начинается стоимость. Следующий критерий, который чаще всего тоже волнует студентов, абитуриентов, это критерий возможности получения грантов. Мы с вами посмотрели на стоимость обучения, и, естественно, каждый задается вопросом, как я могу эту стоимость уменьшить, что я могу сделать, какой грант я могу получить, какие есть возможности. Сразу скажу, грантовых программ существует множество, и рассматривая ту или иную грантовую программу, абитуриенту важно понимать следующие вещи. Во-первых, важно постараться определить и понять для себя, насколько прозрачна система распределения грантов. Ну, то есть, понимаете ли вы, за счет чего вы можете получить грант, за счет чего не можете. И второй важный нюанс – это то, а какие обязательства возникают у абитуриента при получении того или иного гранта по той или иной программе. Это те вопросы, на которые можно искать или не искать ответы, но я думаю, что это важные вопросы. А в целом, если посмотреть на представленные страны, которые мы сегодня рассматриваем, да, кстати, на всякий случай хочу проговорить, вот мы сегодня будем фокусироваться на странах Китая, Чехия, Германия, Австрия, Франция, Англия, США и Южная Корея. Соответственно, в каждой из обозначенных стран есть те или иные виды грантов и стипендий. Гранты, причем, они есть различных видов, и финансирование идет с разных источников. То есть гранты могут выдаваться в данных странах как со стороны государства, так и бывают гранты и стипендии со стороны отдельных регионов, есть гранты со стороны университетов, бывают гранты еще и от отдельных фондов, которые запускают грантовые стипендиальные программы. Ну и, соответственно, если абитуриент планирует поступить в ту или иную страну, конечно же, нужно постараться найти информацию, изучить условия, подать заявки, ну и в частности, подать заявки в какие-то фонды на программу. Это обычно делается самостоятельно. Если говорить про покрытие грантов, то оно тоже различное. Оно начинается от каких-то дополнительных денежных субсидий или скидок на обучение. И до полного покрытия, до полных грантов, которые включают в себя бесплатное обучение, бесплатное проживание и стипендию на жизненные расходы. Здесь вариации есть различные, но не во всех странах они одинаковы. Это важно понимать. Еще один момент. Я думаю, что он вполне логичный. И я уверена, что если вы задавались вопросом поиска грантов, наверняка знаете об этом, что вероятность получения грантов, она почти всегда зависит от успехов, от достижений студента. Но при этом во многих случаях студенты не могут напрямую влиять на получение гранта, потому что решение по гранту обычно принимается в соответствующей организации. Если, например, вы хотите воспользоваться грантом от определенного фонда, только сам фонд определит, кому из участников выдать грант, кому не выдать. Соответственно, часть студентов, конечно же, она может отсеяться, те, кто не пройдет конкурсный отбор. Хочу обратить внимание, что в ряде стран есть свои особенности. Например, если говорить про Австрию, про Францию, там есть государственные субсидии, это скидки на обучение. И они рассчитываются на основании документов о доходе. Есть такой принцип выдачи грантов. Если взять, например, гранты в Англии, они есть. Они представляют собой бесплатное обучение, либо скидку на обучение. Но в Англии получить грант очень сложно. Даже из разряда почти невозможно. Там просто очень высокий конкурс и мест мало. И что здесь еще важно понимать, что в Англии для того, чтобы получить грант, да и в принципе для того, чтобы поступить в университет, мы с вами подробнее об этом поговорим. Но если коротко, там нужны очень высокие баллы по успеваемости, по текущей, там достаточно высокие требования по уровню английского языка. И там действительно очень сложно выбить себе грант. То есть вероятность, она такая, она в воздухе. И самые успешные ребята только могут получить этот грант. В США могу сказать, что тоже большое количество грантовых программ. Здесь как раз тот случай, когда студенты очень тщательно выискивают информацию, смотрят от каких фондов, какие условия, какие обязательства, какая вероятность получения. То есть касаемо США, нужно просто очень много копать, очень много искать. И в принципе можно получить грант, например, есть в США либо скидки на обучение, либо даже есть бесплатное обучение и проживание. Безусловно, решение тоже принимается по успешным кандидатам, по успешным студентам, то есть тем, у кого действительно есть достижения, и которым вузы или государства готовы выделить дополнительное финансирование. Если говорить про Южную Корею, например, то здесь я отметила, что на английском языке грантов нет, на китайском языке есть гранты, есть бесплатное обучение, есть скидки на обучение, есть возможность в том числе получить полный грант с бесплатным обучением и проживанием. Если говорить про... Здесь, в принципе, вы в табличке видите, да, в презентации. Но если говорить про Чехию, там есть бесплатное обучение на чешском языке, на национальном, на английском нет грантов. Если говорить про Германию и Австрию, то на английском тоже крайне сложно найти гранты и получить их. То есть здесь скорее идет речь о немецком языке. И здесь можно получить либо бесплатное обучение, либо скидку на обучение. Ну и плюс хочу отметить, то есть если вы получаете бесплатное обучение, там все равно есть определенный вступительный взнос. В Германии он составляет порядка 100-200 евро, если говорить про Австрию, там от 0 до 700 евро за год. Если говорить про Китай, то здесь также есть различные виды грантов. В частности, есть гранты от правительства, есть гранты от провинций, есть гранты от университетов, есть гранты от различных организаций, например, гранты института Конфуция, есть гранты консорциума вузов Китая, China Campus Network. Ну и, к слову, если брать первые три категории, три вида гранта, там так же, как и в остальных странах, в большинстве случаев непрозрачна система отбора. Но в грантах консорциума вузов есть четкие прозрачные критерии отбора на гранты, что позволяет рассчитать заранее вероятность получения этого гранта. В принципе, по грантам коротко все. Я думаю, что там дальше будут вопросы. Мы обязательно к ним вернемся. Продолжая тему сравнения, хочу подойти к следующему критерию. Смотрите, мы с вами разобрали сейчас стоимость обучения платного и возможности грантов, насколько они широкие и сколько они могут покрывать. При этом важно понимать, что расходы при зарубежном образовании они идут, конечно же, не только на учебу, они затрагивают также стоимость жизни, то есть там есть определенные вливания денег на проживание, на питание. И на текущем слайде, который открыт, здесь приведены как раз стоимости, точнее расходы на проживание и питание в год в разрезе по странам. Здесь, что могу сказать, здесь есть определенные такие группы, тоже можно сгруппировать страны по нескольким кусочкам, но в частности, если посмотреть на Китай и Чехию, то в принципе расходы на проживание и питание в год они примерно одинаковые, почти прям рубль в рубль, и они в принципе сравнимы с расходами в России, особенно если ехать, учиться в другой город. Их можно выделить в одну категорию. Если брать страны Европы, в частности Германия, Австрия, Франция, это, ну и кстати Южная Корея тоже по порядку расходов туда же относится, это вторая группа расходов, там порядок чуть повыше, но даже не чуть повыше, там порядка полтора-два раза выше. И средние расходы в год на проживание и питание составляют от 300 до 500-550 тысяч рублей в год. Я хочу отметить, мы здесь брали от минимальных цен, от минимальных расходов до средних. Безусловно, здесь не включены какие-то дополнительные траты на одежду, на ресторанчики и так далее. То есть здесь мы говорим про средние траты студентов, которые проживают и учатся в той или иной стране. И здесь заложены расходы на проживание, питание и, например, транспорт, потому что, допустим, если взять страны Европы, там обычно студенты проживают в арендованных комнатах или квартирах, то есть там нет такой системы, какая, например, есть в Китае или в США, что вот кампус, и там на территории кампуса есть и птичжитие. Ну и, соответственно, там просто дополнительно добавляются расходы на транспорт, которые обязательно, вы их не можете миновать, просто потому, что вам нужно из жилья доехать до университета. Если посмотреть внимательнее на группу Англии и США, там это третья группа получается по уровню затрат на проживание и питание. И здесь расходы составляют от 500 до миллиона и даже выше рублей в год. Но здесь понятны причины, здесь и стоимость проживания в плане аренды жилья или общежития, и здесь расходы на медицинскую страховку высокие, расходы на питание, транспорт и так далее. И, кстати, ниже, вот вторая часть презентации этого слайда, точнее, это рейтинг стоимости жизни в стране. Я думаю, что здесь вы все, в принципе, видите сами, то есть это достаточно показательно. Вот как мы с вами распределились сейчас на группы, так примерно и здесь отражается. Рейтинг, он показывает, насколько дорогая жизнь в стране, то есть насколько затратно проживать в той или иной стране. Ну, соответственно, в этом рейтинге видно, что Англия у нас здесь лидер, а, допустим, Китай и Чехия, они как раз в первой группе, как мы с вами проговорили. Для чего вот этот слайд? Ну, понятно, что, во-первых, важно понимать, какие суммы нужно закладывать, а, во-вторых, дорогие абитуриенты, если для вас при выборе дальнейшего пути, дальнейшего образования и страны, в которой вы будете получать это образование, стоимость является значимым критерием, тогда вам, конечно же, нужно сравнивать между собой страны внутри определенной группы, которая доступна вам по бюджету. Ну и, соответственно, уже внутри этой группы нужно сравнивать страны и университеты по критериям качества образования, по перспективам трудоустройства, по тем возможностям, которые у вас откроются. После выпуска. Я думаю, с этим критерием завершили, возможно, будут потом вопросы, разберем их. Далее хочу остановиться на критерии особенностей, требований для поступления в ВУЗ на бакалавриат в той или иной стране. Здесь, ну, сразу скажу, табличку не буду показывать, там очень много информации, я хочу с вами поделиться, рассказать на каких-то конкретных примерах. Смотрите, ну, во-первых, для поступления в ВУЗ на бакалавриат в любой другой стране, то есть за рубежом, вам, конечно же, нужно владеть языком, на котором вы будете учиться в этой стране. Поэтому, какую бы страну вы ни выбрали, вам в любом случае нужно знать язык, на котором вы будете обучаться. Это требование есть везде. Также есть определенные различия, на которых я хочу сейчас акцентировать ваше внимание. Ну, например, если взять поступление в Китай, то для обучения на бакалавриате в Китае необходимо выучить китайский язык, подать, соответственно, подать документы, я думаю, что это тоже общее требование для всех, написать мотивационное письмо. Ну, и если говорить про топовые ВУЗы Китая, то необходимо сдать вступительные экзамены, пройти собеседование с университетом. Если посмотреть на особенности поступления в Чехии, в университеты Чехии, то здесь, по сути, есть два варианта. Первое, когда вы уже знаете чешский язык, и вы поступаете сразу на бакалавриат. Второе, когда вы идете через программу, через подготовительный курс. В любом случае, даже если вы проходите подготовительный курс, каким образом вы далее зачисляетесь? Вам необходимо сдать экзамен на знание чешского языка, а также есть требования по ностерификации образования. Что это такое? Слово такое страшное, но на самом деле оно означает подтверждение вашего текущего образования, то есть подтверждение аттестата, российского в частности. И плюс в Чехии в обязательном порядке иностранец сдает от двух до шести школьных предметов по оказанию вуза на чешском языке. Это обязательное требование для того, чтобы вы поступили далее на бакалавриат. Здесь есть нюансы, знаете, когда изучали эту тему, очень любопытно было, и мы удивлялись, но там могут выбрать абсолютно разные предметы, то есть это не то, что вы идете поступать на техническую специальность и вам ее на технические предметы дают. Нет, здесь те предметы, по которым вуз вынесет решение, что вам нужно их сдать на чешском языке. Если углубляться еще более детально, то там по сути сравнивают те часы, ту программу, которую вы прошли в школе по этим предметам, и говорят вам, где недостает. И, соответственно, вам нужно эти предметы защитить, сдать экзамены по ним на чешском языке. Предметы, ну, так как студенты не знают всю терминологию, конечно, сложно давать предметы на чужом языке. И здесь обычно предметы в Чехии сдаются с переводчиком, то есть вы должны знать предмет, вы должны знать формулы, вы должны знать все, что вам нужно сдать, рассказать по той или иной теме, по предмету. Но при этом предметы в плане терминологии вам поможет переводчик, то есть вы можете сдавать предметы с переводчиком. Сразу скажу, мы интересовались, какая статистика дальнейшего поступления и прохождения вот этих экзаменов. В принципе, экзамены сдать можно, то есть если вы учились в школе, если вы понимаете предмет, вы можете его сдать. Единственное, что на грант, конечно же, в таком случае поступают не все. То есть статистика примерно порядка 60 на 40. То есть 60 могут сдать и пройти на грант, а 40% они могут сдать, поступить, но перейти на платную честь. Если остановиться более подробнее на Германии, здесь какая особенность? Ну, в Германии есть определенные требования по уровню вашего образования, и для поступления в Германию недостаточно просто завершить 11 классов в России. Только после 11 классов вы на бакалавриат в Германии никогда не поступите. Здесь есть три варианта, по сути, для поступления. Какие это варианты? Первый вариант. Если вы не знаете немецкий язык на высоком уровне, вы сначала тогда проходите языковой курс, и после этого языкового курса вас ждут следующие ступеньки. Какие-то ступеньки. Следующая ступенька – это подготовительный курс к университету. Это называется «штудент-коллег». Он идет либо для выпускников 11 классов, либо он идет для тех ребят, кто уже на родине, в России, отучился один год бакалавриата. Но так как этого недостаточно для Германии, им нужно пройти подготовительный курс. Вот на этом подготовительном курсе на него не принимают с нулевым знанием немецкого языка. То есть вы как раз должны до этого курса подтянуть немецкий язык до среднего уровня. B1, B2, там зависит от заведения, где вы будете проходить подготовительный курс. И здесь также будут вступительные экзамены. Вступительные экзамены либо только немецкий язык, либо в том числе профилирующие предметы. Здесь тоже от самого заведения будет зависеть, где вы вот эту подготовительную программу будете проходить. То есть они вам говорят, что нужно сдавать, что не нужно сдавать. И уже после данного подготовительного курса есть третий вариант, когда вы уже наконец-то поступаете на бакалавриат. Соответственно, вы поступаете либо после подготовительного курса. Но есть еще возможность, если вы на родине немецкий язык уже знаете на высоком уровне, тогда вы можете поступать сразу на бакалавриат в Германии, но только после двух курсов бакалавриата в России. То есть вы закончили школу, вы отучились два года бакалавриата на родине в России. В частности, вы сдаете экзамены на родине по немецкому языку. Это тест-дав. После приезда в Германию вы сдаете еще один экзамен по немецкому языку для иностранцев, который позволяет поступать в вузы. И также в ряде случаев вы проходите собеседование на немецком языке. То есть в любом случае, как вы видите, уровень языка должен быть высоким. Поэтому либо вы здесь, в России, заранее подготовились хорошо и прошли два года бакалавриата и поступаете в Германию, либо вы все-таки идете через вот эти курсы подготовки. Вначале до среднего уровня учите немецкий, а потом еще и целенаправленно готовитесь к поступлению в университет, к сдаче экзаменов. Это по Германии. Если говорить про Австрию, то там обучение тоже на немецком языке. Там достаточно 11 классов, то есть там нет таких определенных условий, каких-то сложностей. Вам также нужно сдать немецкий язык, то есть нужно подтвердить, что вы владеете немецким на должном уровне. И если вы не владеете на момент поступления на бакалавриат немецким на хорошем уровне, то вам нужно будет тоже посещать вначале подготовительный факультет. По срокам это от 6 месяцев до 2 лет. Но это будет зависеть, конечно же, от той программы, которую вы выберете, и от вашего начального уровня немецкого языка. Если посмотреть на Францию, здесь очень интересная картинка. По сути, для обучения во Франции, естественно, нужно знать французский язык. Но университеты Франции, они масштабно не учат французскому языку иностранцев, поэтому иностранец уже должен приезжать во Францию со знанием французского языка. И для поступления на бакалавриат во Франции вам нужно будет, соответственно, предоставить аттестат, вам нужно будет написать мотивационное письмо на французском языке, предоставить автобиографию. Необходимо сдать экзамен по знанию французского языка. И также на определенные специальности в ряде вузов, ну, например, творческие, медицина или самые популярные факультеты, там может быть дополнительный конкурс на основании вступительных экзаменов и на основании дополнительных работ, то есть портфолио. Ну, поясню еще раз, то есть вам уже на родине нужно учить французский язык и выучить его до того уровня, чтобы сдать экзамен. И уже потом вы можете поступать во Францию на бакалавриат, ну и в частности там получать грант. Если посмотреть на Южную Корею, то здесь, конечно же, нужно также для поступления на бакалавриат знание корейского языка. И здесь вариант тоже либо пройти подготовительный курс, либо вы сразу уже со знанием корейского языка поступаете на бакалавриат. Если вы сразу поступаете на бакалавриат, то, соответственно, вам нужно сдать экзамен топик, получить соответствующий сертификат, минимум третий уровень из шести. И здесь тоже есть градация по рейтинговым вузам, то есть по топовым вузам вам нужен балл по школе от 4 из 5. Например, то есть смотрит на оценки. В нерейтинговый можно от 3 баллов из 5 поступать. И в ряде вузов бывает собеседование, по которым принимается решение, проходит студент или нет. И есть такая особенность интересная, что в Южной Корее начало обучения идет в марте. То есть если вы в этом году заканчиваете школу, то вы поступите на бакалавриат, если у вас уже есть корейский язык, в следующем марте. Мы с вами не затронули еще Англию и США. Здесь я что могу сказать? Ну, в Англии и США высокие требования по уровню английского языка, безусловно. И здесь есть некоторые особенности. Ну, например, если вы хотите в США поступить сразу на бакалавриат, то вам необходимо предоставить сертификат TOEFL на знание английского языка. Вам необходимо сдать экзамен по предметам, которые позволяют поступать в университеты США. Это сад, если коротко. И в топовые вузы, конечно же, будут смотреться баллы по школе. То есть нужны высокие баллы. Также проводятся вузами интервью со студентом. Второй вариант – это когда вы готовитесь к поступлению в университет, подтягиваете свой английский язык и потом уже поступать на бакалавриат. Но здесь есть такая возможность поступить сразу на бакалавриат. Если же посмотреть на Англию, то в Англии невозможно поступить сразу на бакалавриат. Итак, здесь есть какие варианты. Либо вы проходите через программу A-Level, то есть это старшая школа в Англии, либо вы проходите через обязательную программу Foundation. И там вы учите и английский язык, причем не с нуля. То есть вам для поступления на Foundation нужен как минимум IELTS уровня 5.5. Соответственно, вы поступаете на Foundation, проходите там язык, и бытовой язык, и академический язык. И также там есть подготовка по предметам. То есть такой комплексный курс, который готовит вас к университету. И уже после этого вы можете подавать документы на бакалавриат. Кстати, документы можно подавать только в 5 университетов. То есть есть такая тоже особенность. Вам нужно будет прям сфокусироваться, и выбрать те вузы, которые будут наиболее интересны. Для поступления на бакалавриат нужен IELTS как минимум уровень 6.5, 7 и выше. Это зависит от топовости вуза. То есть это самая минимальная планка, конечно же, она в низкорейтинговых вузах относительно самого топа. Это некоторые такие особенности. Ну и раз мы с вами затронули тему подготовки, подготовки, резюмирую, что подготовка, она для поступления за рубежом в любую из стран она нужна. То есть она вам в любом случае нужна как минимум в части того, чтобы вы выучили язык. Но здесь есть особенности, что, допустим, в Англии эта подготовка, она обязательно, и вы не можете поступить без подготовки. То есть вы не можете сразу на бакалавриат пройти. В Германии, например, есть Нипанск к вашему текущему уровню образования. Так, секунду. Я себя слышу в наушниках. Буквально минуту. Так, я надеюсь, что у меня сейчас слышно. Я вижу очень много вопросов, но не успеваю следить за чатом, потому что пока презентацию показываю. Но, пожалуйста, поставьте кто-нибудь сейчас плюсики, просто чтобы я поняла, что я вернулась в эфир. Меня слышно. Спасибо огромное. Все, меня слышно. Давайте тогда продолжим. Соответственно, резюмирую. То есть в Германии там есть вот этот нюанс по тому уровню, который у вас уже сейчас есть. То есть если у вас школа, то вы тоже не можете сразу на бакалавриат пройти. Если у вас уже есть два курса бакалавриата в России и знания немецкого, то тогда можно. То есть есть некоторые нюансы, которые нужно обязательно учитывать. И говоря про специальную подготовку, конечно же, важно понимать, сколько она стоит и что она вообще в принципе включает. Ну, касаемо стоимостей, вы можете посмотреть на экране. В среднем в Китае можно от 120 до 250 тысяч рублей пройти подготовку, но она абсолютно разная. Я сейчас поделюсь чуть подробнее. В Чехии тоже разные диапазоны. В Германии. Ну, в принципе, в каждой из стран там есть свои нюансы. И что я хочу здесь сказать. Подготовка нужна. Мы с вами это уже поняли. И даже вот по Франции я выделила достоимость подготовки. Но у вас в любом случае будут расходы на изучение языка. Если не в самой Франции, раз там нет языковых программ, то в России. То есть вы будете ходить, скорее всего, на курсы с репетиторами заниматься и так далее. Но подготовка, подготовки рознь. То есть подготовка, она в разных форматах. Она содержит разную программу учебную. Например, в части Чехии, вот если вы выберете языковой курс, то вы будете учить просто чешский язык. И вам выставляют требования там сдать несколько предметов на чешском. То есть для вас это будет, скорее всего, стрессом. Вам нужно будет дополнительно еще заниматься. Есть курсы отдельной подготовки к этой настрификации. Но это еще дополнительные курсы, дополнительная нагрузка, дополнительная стоимость, естественно. Если, допустим, посмотреть на тот же Китай, так как мы, в принципе, профилируемся на Китае. Здесь тоже есть разные варианты. Есть вариант языкового года. Он есть, в принципе, во всех вузах, которые принимают иностранных студентов. Так, сейчас, секунду. Так. У меня огромная просьба. Дорогие участники, вы подключаетесь к вебинару, но, пожалуйста, не нажимайте кнопочку «Выходить в эфир», потому что из-за этого у меня все прерывается сразу. Я не смогу вас вывести в эфир, мне просто приходится отменять вот это действие. Огромная просьба, не делайте его. Вернусь к подготовке. Есть языковые курсы, и в них изучают только общий бытовой язык. Соответственно, этого языка, возникает вопрос, этого курса достаточно, этого языка достаточно для того, чтобы потом успешно обучаться на специальности, на бакалавриате. Мы, как консорциум вузов Китая, пришли к выводу, что недостаточно просто языковых курсов. В частности, мы проводили исследования по иностранным студентам, в частности, по российским студентам. Мы пришли к выводу, что существует не просто необходимость выучить какой-то бытовой язык, а существует потребность в изучении академического языка, терминологии по своему профилю, ну и, соответственно, такой плавной подготовки по предметам уже на этом языке, чтобы ты мог понимать этот предмет, чтобы ты мог влиться в учебу на бакалавриате. И здесь я могу сказать, что, допустим, в Англии фоундейшн или в США фоундейшн, он как раз и включает в себя комплексную подготовку. Ну, например, в Англии вы учите и бытовой язык, и академический, и терминологию, и этот фоундейшн, он закрывает отсутствие 12 класса в российской школе. У нас нет 12 классов. А, допустим, в Англии, в Китае он есть, и вам нужно пройти эту программу, вам нужно успеть, вам нужно догнать эту программу, но уже на том языке, на котором вы будете обучаться. И, допустим, в Англии практикуется именно фоундейшн, то есть это такой полноценный комплексный курс. В части Китая мы как консорциум также перешли именно к этой концепции, и у нас сейчас, мы помогаем студентам поступать в вузы Китая именно через программу фоундейшн, через предвузовскую подготовку, которая включает в себя не только язык, но и предметы, терминологию, научный язык и так далее. И, кстати, к слову говоря, в конце года на предвузовской подготовке в Китае, ну и в Англии, безусловно, тоже есть экзамены, и эти экзамены, они являются вступительными в университет. То есть если вы эти экзамены и эту подготовку успешно прошли, и сдали на хорошие баллы, то у вас эти баллы идут в зачет при поступлении. И, допустим, в топовые вузы вам уже, может быть, и не нужно будет, ну в части Англии я не могу сказать, что по всем вузам не нужно, но в части Китая, допустим, если вы прошли предвузовскую подготовку в консорциуме CCN, вы в любой из вузов CCN поступаете, у вас эти баллы идут в зачет вместо вступительных экзаменов. То есть подготовка бывает абсолютно разная, и здесь всегда нужно смотреть просто, что у вас включено в программу, что вам нужно узнать, чего вам не хватает, и что вам позволит успешно обучаться далее. Так, есть еще один критерий. Я здесь не буду подробно останавливаться, просто посмотрите на слайде, на презентации. Одно из требований для того, чтобы поехать в ту или иную страну обучения, это требование по предоставлению определенных денег на банковском счете для оформления визы. То есть вы без этого требования не можете въехать в страну. Здесь я обозначила средние диапазоны, опять же повторюсь, бывают там вузы или бывают страны, в которых там еще большую сумму запрашивают. Но если коротко, то в Китае нет требования по предоставлению выписки с банковского счета. То есть этого требования нет для оформления визы, вы можете без этого въезжать в страну. В Чехии есть требования порядка 200 тысяч рублей на счете. Германия, Австрия, Франция – это порядка от 600 до 800 тысяч рублей. И причем это деньги, они такие замороженные, условно говоря. Потому что эта сумма, она должна всегда присутствовать на счету. Вы ее кладете на счет за месяц до оформления визы. И в части Германии там вообще очень строго. То есть если потом обнаружится, что вы обнулили эту сумму, там уже могут быть определенные штрафы. Поэтому эта сумма, она должна подтверждаться, что у вас этот бюджет есть в наличии. Если говорить про Корею, то там зависит от требований, которые указаны непосредственно в приглашении. Но в среднем это тоже 300-600 тысяч рублей. Если говорить про Англию, то это 700-800 тысяч. Если говорить про США, там нужно показать порядка 48 тысяч долларов. Но это примерно 2 миллиона 700 на первый год. Ну и с чем это связано? Ну это связано просто с теми расходами, которые идут на жизнь и на обучение в этой стране. Соответственно, если вы туда едете, вам нужно показать, что финансово у вас есть вот эта подушка, у вас есть подспорья, и вы сможете обеспечить себе учебу и жизнь в этой стране. Я думаю, с этим критерием все понятно. Следующий критерий – это критерий, можно ли, в принципе, нам часто задают студенты этот вопрос, можно ли официально работать. И я думаю, что этот вопрос, он задается в любом случае, если вы едете в другую страну. Вам интересно, там можно, нельзя, какие есть возможности. Что я здесь могу сказать? Возможности есть везде. То есть, как вы видите, у нас здесь есть такие очень интересные иконки, либо с галочкой, либо со знаком восклицательным. То есть, есть везде возможности, но здесь есть некоторые нюансы. Ну, например, в части Китая официально пока студентам нельзя работать, то есть студенты обычно подрабатывают, но это неофициальное трудоустройство. Но сразу скажу, у нас есть свежая информация. Буквально на прошлой неделе была одна из встреч в Министерстве образования, в правительстве КНР. И с июля 2017 года станет возможным, во-первых, оформление иностранцами рабочей визы, но это касается тех иностранцев, которые выпустились из магистратуры в Китае. А во-вторых, тоже с июля откроется, и официально об этом будет уже выложена вся информация, в официальных источниках, будет, возможно, неполная занятость во время учебы. То есть, там будет оформляться специальная виза для студентов, и они по ней смогут неполной занятостью работать. Если говорить про, допустим, Чехию, то там можно работать студенту не более 20 часов в неделю. Но здесь есть некоторые нюансы. Например, во-первых, нужен уверенный чешский язык, то есть, вряд ли вы первый год сможете работать, но, по крайней мере, в первый полгода точно не сможете. И здесь есть некоторые нюансы, что работу в Чехии найти не так-то просто. То есть, там не так-то ждут русских, которые будут занимать те или иные вакансии. Поэтому там просто может возникнуть определенные вопросы, где искать эту работу. Если брать Германию и Австрию, здесь тоже можно работать. То есть, вы видите галочки. Но в Германии, например, не более 20 часов в неделю и не более 26 недель в год. И после окончания вуза у студента есть возможность получить визу на полгода для поиска работы. То есть, если вы найдете в это время официального работодателя, то он вам уже оформит рабочую визу. То есть, вы сможете тогда работать там. Если не получится, то вы выезжаете из страны. А если говорить про Австрию, то здесь есть другие ограничения. Не более 10 часов в неделю на бакалавриате, не более 20 на магистратуре. Также в Австрии есть тоже возможность получить визу на полгода после окончания вуза для поиска работы. Если говорить про Францию, то здесь есть особенность, что тоже не более 20 часов в неделю работа, но только если студент не получает стипендию. То есть, если получает стипендию, там уже есть ограничения вплоть до запрета. Здесь уже зависит от вуза, от стипендии, от вида и так далее. Если говорить про Англию, то можно работать не более 20 часов в неделю, но при этом визы на поиск работы нет. И более того, если вы получили грант, то вы вообще, в принципе, сразу подписываете документ, что как только вы отучились, вы сразу выезжаете из страны. Вы покидаете страну, вы не можете там трудоустраиваться, искать работу и жить. Если говорить про США, то тоже можно работать студенту. Здесь есть ограничения, что, во-первых, вы не можете работать в городе официально, то есть за территорией кампуса, потому что по студенческой визе вы не сможете получить необходимые документы и разрешения. То есть, соответственно, можно работать только в пределах кампуса, и то не во всех вузах. Это нужно сразу уточнять при выборе вуза, при поступлении, то есть у всех свои ограничения. И здесь обычно как минимум год нужно сначала отучиться, а потом уже можно вот таким образом в пределах кампуса искать какую-то подработку. Если говорить про Корею, то тоже есть возможность работать не более 20 часов в неделю, но только после того, как вы 6 месяцев пребывали в стране, и если только вам письменно, это разрешит университет. То есть здесь тоже есть определенные ограничения. Следующий критерий, не буду здесь подробно останавливаться, посмотрите, это количество иностранных студентов в стране. Здесь очень интересная статистика, и здесь, безусловно, видно, что самые популярные направления иностранных студентов – это США, Англия и Китай. То есть это тройка лидеров стран по количеству иностранных студентов. Другие страны чуть поменьше, но в частности Германия и Франция порядка 300 с лишним тысяч, а, допустим, Корея, Австрия и Чехия, они в этом случае в несколько раз меньшее количество студентов в страну привлекли. Если говорить про еще один критерий, я думаю, что критерий немаловажный, потому что когда вы выбираете для себя вариант для получения дальнейшего образования, важно опираться на независимые рейтинги, в том числе. И таким образом вы можете как раз сравнить, а какое качество, а какой уровень того или иного образования в той или иной стране. Здесь приведено количество университетов из той или иной страны, которые входят в топ-500 мирового рейтинга вузов. Ну, здесь можно отметить, что, конечно же, лидером является США, 137 вузов. На втором месте Китай, 54 вуза входят в топ-500 мирового рейтинга. На третьем месте Германия, теперь это свежий рейтинг по 2016 году, 38 вузов. И Англия, 37 вузов. По остальным странам вы, в принципе, картинку видите, то есть, допустим, Австрия, Чехия, у них, соответственно, 5,1 вуз входит в топ-500 мирового рейтинга. Вот такой вот критерий интересный для сравнения, для изучения вам. И один из, еще один из критериев, касаемо качества образования, это рейтинг согласно системе оценки качества образования PISA. Тоже можете на слайде посмотреть расклад. Этот рейтинг, он официальный, он там обновляется раз в три года. И вот в этом рейтинге Китай уже несколько итераций подряд занимает первое место. Ну, соответственно, расклад по другим странам вы видите. Не хочу сейчас подробно останавливаться. Такая интересная статистика. Ну, здесь, на этом слайде приведено то, что мы с вами уже проговорили, то есть, общая такая суммарная часть. И что я хочу здесь отметить, мы как консорциум внимательно исследовали рынок зарубежного образования в России и поняли, что обычно абитуриенты опираются на четыре основных мотива выбора зарубежного образования. Какие это мотивы? Ну, первый мотив – это иммиграция. Второй мотив – опыт зарубежного образования. Третий – это перспективы трудоустройства. Четвертый – это интерес к самой стране, к культуре, к языку. И, безусловно, важно рассматривать те сравнительные характеристики, по которым мы с вами уже сейчас прошлись, но их необходимо рассматривать в контексте тех целей, с которыми вы, как абитуриент, едете в ту или иную страну за образованием. Эта связка, она должна быть неразрывной. Поэтому, выбирая ту или иную страну для себя по образованию, обязательно спросите себя, «В чем ваш ключевой мотив получения образования за рубежом?» И ответ на этот вопрос, он поможет вам понять, в какой стране склоняться. Также хочу поделиться тем, что… Сейчас, секунду. Так, мне подсказывает, что звук стал плохой. Так. Сейчас, секунду. Давайте проверим, что же у нас произошло. Сейчас нормально, да? Ага. Все, звук восстановился. С какого момента же он исчез? Так, звук плохой. Я вижу, что… Последние 15 минут. Очень-очень грустно слышать, что последние 15 минут. Я постараюсь коротко повторить, что я сейчас говорила. Но я думаю, вы на слайдах видели. Но я сейчас сказала, что те сравнительные критерии, которые мы с вами разобрали, они важны. Важно обращать на них внимание. Важно их исследовать, изучать, владеть информацией. Но при этом самое важное, одно из самых важных – это какой у вас мотив и какие у вас цели для получения образования. И, соответственно, мотивы для получения зарубежного образования бывают разные. Например, иммиграция, перспективы трудоустройства, интерес к самой культуре, к стране, к языку, опыт того образования, которое вы получаете за рубежом. Мотивы разные. Но вам важно для себя ответить на этот вопрос, какой у вас мотив и как это перекликается с теми целями, которые вы перед собой ставите. И отдельно хочу отметить, что в целом само по себе образование, оно, к сожалению, не несет в себе самостоятельную ценность как единица. И роль образования в текущем, современном мире, она сейчас меняется. В какую сторону? Вот мы как консорциум вузов, мы, смотря на рынок международного образования и, в принципе, на рынок российского образования, мы понимаем преимущества и какие-то особенности тех или иных систем, тех или иных программ, тех или иных возможностей обучения в разных странах. Мы стараемся брать оттуда лучшее и мы понимаем, что важно давать качественное образование. Но, в частности, для этого мы как раз помогаем студентам пройти именно расширенную подготовку по аналогии с Англией. Но при этом важно отметить, что на образование важно смотреть не только с точки зрения критериев стоимости, гранты, качества, но и с точки зрения его ликвидности, то есть с точки зрения способности превращаться в деньги. То есть образование, оно должно вас привести потом к деньгам, к хорошей работе, к трудоустройству. И поэтому то сравнение, которое было до этого, оно не является ключевым для вас. Сейчас мало получить просто образование или просто качественное образование. Сейчас важно простроить для себя карьерные перспективы. И здесь я коротко, я сейчас постараюсь коротко, потому что уже очень далеко зашли. И у нас еще есть блок подключения студентов. В частности, один из них в Китае, сейчас там уже ночь. Но если говорить про трудоустройство... Да, я сейчас пока договорю и потом подключу одного из студентов. С точки зрения трудоустройства, здесь тоже важно для себя, вам, как абитуриенту, ответить на ряд вопросов. Эти вопросы, они касаются того, какие у вас сейчас, какие у вас амбиции по дальнейшему трудоустройству. Ну, например, вот те вопросы, на которые я вам рекомендую найти для себя ответы. В какой стране вы хотите потом работать? В компании какого уровня хотите работать? На какой позиции? Это вертикальный рост, это горизонтальный рост? Вы хотите топ-менеджером быть или нет? Также предлагаю вам ответить на вопросы с точки зрения вашей уникальности на рынке труда после получения образования. Задайте себе эти вопросы и ответьте на них. Обладаете ли вы информацией о рынке труда той страны, в которой вы потом планируете работать? Знаете ли вы какой там уровень безработицы, например? Насколько востребованы в этой стране специалисты в той области, которую вы сейчас получаете? Получаете ли вы какие-то дополнительные языковые компетенции при обучении в этой стране, которые вас отстроят от другого количества кандидатов? То есть, чтобы вы были не в одной связке, чтобы вы чем-то отличались, чтобы работодатель хотел взять именно вас. С точки зрения перспектив и возможностей, знаете ли вы, какие отрасли наиболее развиты в той или иной стране? Сейчас, секунду. Ты предлагаешь подключить? Но я сейчас договорить даже. Буквально три минуты я договорю. С точки зрения перспектив. То есть, в чем эта страна, в которой вы планируете работать? В чем она сильнее всех остальных стран в мире? И каковы реальные возможности трудоустройства в этой стране далее? Я сейчас не хочу говорить вам ответы на эти вопросы, потому что эту информацию вы можете получить ее самостоятельно. И вам вначале нужно для себя ответить, знаете или не знаете, и потом уже поискать информацию. Но я коротко хочу обозначить, что мы как консорциум делаем в этой части для того, чтобы помочь абитуриентам, выпускникам вузов трудоустроиться и заработать себе хорошие перспективы и возможности. Во-первых, мы проводим переговоры с крупными российско-китайскими компаниями на предмет целевого трудоустройства наших выпускников. И в частности, 17 марта, допустим, у нас прошла общая конференция при участии крупного китайского бизнеса. Там были Huawei, ZTE, Great Wall, банки Китая и так далее. И с сентября 2017 года консорциум China Campus Network становится площадкой для трудоустройства специалистов со знанием китайского языка. То есть там будет специальная онлайн-платформа для трудоустройства. Вы сможете напрямую подбирать себе стажировки, работу и трудоустраиваться в те или иные компании. Если говорить про партнеров консорциума, здесь можно отметить самые-таки основные. Там несколько сотен крупных китайских компаний, но в частности самые известные это Alibaba, ZTE, BMW, Lenovo, Sinopec, Huawei и так далее. Соответственно, резюмирую, что мы как консорциум видим своей ролью и мы видим возможности в этом, и мы реально, у нас есть на это ресурсы, мы хотим помогать выпускникам трудоустраиваться. И если вы рассматриваете образование в той или иной стране, пожалуйста, обязательно повнимательнее отнеситесь к тому, какие там будут пути дальнейшего трудоустройства и какие маршруты перед вами откроются. У меня, в принципе, по моему блоку все. Сейчас я подключу одного из студентов. У нас сейчас будет как раз блок, где с вами поделятся опытом студенты, которые учатся в тех или иных странах или закончили уже образование. И сейчас мы подключим сначала одного студента и потом второго. Первый студент, он будет говорить на английском языке, поэтому моя коллега сейчас будет помогать нам переводить. Буквально секунду я подключу пока нашего участника. Тадди? Hello. Ребята, пожалуйста, напишите, что вы что-то слышите. Тадди, everyone is saying hello to you in the chat. Так, все слышат. Тадди, everyone hears you. So, please start. Explain about your experience in China, education in China, education in your original country and tell us about your... How did your education help you during your study life? Тадди сейчас прям даст небольшое описание, свой опыт обучения и расскажет немножечко о себе, поделится с вами информацией, а потом уже конкретнее перейдет к образованию и к работе, к трудоустройству. Здравствуйте. Спасибо. 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 Это уже от меня комментарий, да, что авиасети транспортные тоже очень развиты, это просто от меня комментарий. Но возвращаясь к нему, да, что у него очень поменялось ощущение после того, как он туда прибыл, и сейчас ощущение как в высокоразвитой стране. Я уже изучил экономику и изучил экономику, и я только пришел сюда в Клине. Надо изучить экономику в Северной Африке, и я только пришел сюда в Клине, Я учился в Казахстане в Казахстане. Я думаю, что первое, что я увидел, когда я приехал в Казахстане, это было как ученицы были так интересны о моем прогрессе. В Казахстане, ученицы были только о том, что вы получили финансирование, но я увидел, что в Казахстане, это было более практическое, и они помогли мне через каждый раз, чтобы я смогла успеть успеть, или улучшить мои examinations. Изначально, в чем ключевое развитие двух образовательных систем, это то, что университеты в Китае и его администрация больше открыты к предложениям студентов. Например, он говорит, я, будучи просто студентом второго, первого курса, я мог абсолютно... У меня уже много вопросов. Я думаю, что это был первый раз. Давайте закончим. Мы сейчас закончим перевод, а потом мы еще зададим вопросы. Хорошо, подождите, ребят, секундочку. Он сейчас прямо чуть-чуть все расскажет. Значит, будучи просто студентом, он мог связаться через платформу университета с ДИНом, это так называемый ректор университета, то есть с самым высоким уровнем управления того или иного вуза, да, и дать какие-то свои предложения, которые мы услышались. И, кстати, за счет этого им заинтересовалась одна из интернет-компаний, которая потом пригласила его на стажировку, да, то есть, и после этого уже предложили ему работу полноценную. В этом плане университеты Китая, конечно, отличаются от университетов из его страны, вот, и, ну, перспективы, да, трудоустройств, как вот, валид. Окей. Вашеabе Продолжение следует... Продолжение следует... Он вообще не говорил по-китайски, и это большая проблема. Если не знаешь китайского языка, то сложно даже заказать еду. То есть ты вообще не понимаешь, что ты будешь есть в ресторане. И пока вот были картинки, пока были люди, которые готовы помогать, это было возможно. Ну, то есть всегда за счет того, что у китайского языка это у них помощь. Вот, вот это его парад звучит. Но в Северной Африке нет таких людей, нет таких людей, нет таких людей, которые помогают. То есть, первое, у меня большая проблема, что я понял, что украинские университеты сейчас более открытым для студентов. Когда я был только студентом, в моем университете, Джиангсу Университет, я получал возможность встретиться на уровне лучшего уровня. Я не слышу ничего не проявляемым. Кто-нибудь меня слышит? Слышно, да? Да. Тадди, последняя часть, я не слышал, я не слышал. Пожалуйста, повторяйте. Да. Последняя часть, начиная часть, начиная от вашего бизнеса. Я говорю, что, когда я был в моем стране, мы увидели украинские студенты на campus, и мы делали их в моем стране. И мы делали их в моем стране. И мы только будем знакомы с ними, если они принимали их в моем стране. Но я понял, что в Китае, они более готовы, если вы не можете говорить язык, И даже если они английские, или они не могут общаться с вами эффективно, они всегда делают их best, чтобы помочь. И я думаю, что это что-то уникальное в Китае. У нас нет такого, что мы подходим, и от нас первая инициатива пообщаться, предложить помощь и так далее. То есть если студент первый проявляет инициативу подружиться, общаться с нами, то мы как бы тоже за. А в Китае наоборот, то есть ты приезжаешь, и инициатива исходит от них. Пообщаться, помочь, даже если у них очень, не только если у них проблемы с языком, если они вообще не говорят на английском языке, они все равно постараются как-то там помочь, как-то, ну, кого-то спросят, кто говорит на английском. Ну, то есть это вот такое желание искреннее, это вот другой менталитет. Я перевожу, извиняюсь, я сразу хочу предупредить, я перевожу недословно, ребят, ну, потому что мы ловим идею сейчас, и я вам просто эту идею пересказываю. Если кто-то знает очень хорошо английский язык и переживает, что я какое-то слово не перела, пожалуйста, не переживайте, главное смысл и посыл, да? Я буду говорить о третьем дифференции. Первое, я говорила о том, что им дать платформы для студентов, чтобы дать идеи, и я говорила о том, как полезные и кооперативы люди являются. Я думаю, что третьем дифференции, что, сегодняшний университет, они очень хорошо фондов, когда это касается исследования и инфраструктуры. Я думаю, что, как у меня стоит экономики, я думаю, что вы должны делать много, наверное, в сравнении, в том числе и в том, что, возможно, в моем стране, если вы зайдете, скажем, в моем стране, где ты идешь backstage, в советских нашествиях, вы должны учитывать, как ускаж страшно 20-30 долларов за что-то, но практически все университеты сейчас, У нас проблемы со звуком, правильно я понимаю, да? Так, значит, я продолжаю. Хорошо. Ребят, ну о чем говорит Ади? О том, что он возвращается к тому, что есть в Китае большое отличие. Они дают платформу для комфортного обучения, проживания и последующего перспективного трудоустройства. И здесь он приводит пример еще какой. То есть, когда ты учился в ЮАР, если, например, я изучал экономику, для того, чтобы экономику изучать, нужно писать тоже много научных работ, и для этого нужны какие-то статьи, нужна какая-то информация. И за статьи или за эту информацию ему надо было платить от 20 до 50 долларов. В Китае, ну это в университете, да? В Китае какая разница? Здесь университет дает доступ к огромные, большие количества книг и статей, самых последних причем. самых последних статей, поэтому можно писать научные работы, можно комфортно производить свои исследования, да, и на их основе писать уже какие-то исследования свои, вот, и принимать активно в жизни исследовательского университета. Давайте подключим Николая Руденко, это наш еще один бывший студент. Сейчас Николай Руденко. Николай Руденко тоже расскажет немножечко о себе, своем опыте обучения. Он продвигает востоковедение в России, науку продвигает у нас в стране, поэтому он может поделиться с вами немножко своим опытом обучения в той или иной стране. Окей. А мы выйдем? Давай мы выйдем. Ну, в смысле видео. ПОДПИШИСЬ. 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 а а Тадди, у вас есть какие-то вопросы, а потом мы перейдем к другому, потому что мы не можем подключить больше партнеров. Есть вопросы, вы учили китайский язык? Некоторые студенты спрашивают, в итоге получилось обладать китайским языком? Я хочу быть очень honest с вами, язык очень тяжелый. Я думаю, это требует много времени на изучение. И ответ на вопрос, нет, я не мастеряю язык. Но я могу идти в Китае, купить что-то, поймать китайский, рассказывать китайский, где я иду, читать много разных персонажей. Но чтобы мастерить язык? Нет, я еще учусь. Но я уверен, что это что-то, что вы можете сделать в около 1 года, если вы себя учите. Вы можете мастерить язык. Не полностью, но вы можете уйти и понимать. Тадди рассказывает, что он собирается, он со всеми будет очень откровенно честен. И на самом деле китайский язык очень сложный. И что мастерски он не владеет китайским языком. Он знает китайский язык для того, чтобы жить в Китае. То есть бытовой уровень, чтобы пойти в ресторан, куда-то сходить заказать, что-то прочитать, владеет определенным количеством китайских иероглифов. Но мастерски им не владеет. Насколько я знаю, Тадди обучался на английском языке, поэтому я думаю, что мы ему простим такую оплошность, что он мастерски им не владеет, как задавали вопросы. Можно сказать что-то на английском языке? Наверное, какие-то студенты хотят учиться на английском сейчас. Или хотят узнать, что вы действительно изучаете в Китае. Хорошо, могу сказать что-то. Я не буду говорить «hello», потому что это простая вещь. Я буду говорить «hello». Но спрашивали «скажи что-нибудь по-английски». Я так понимаю, что этот вопрос связан с тем, что, наверное, не доверяют, что он учился в Китае. Он сейчас не будет говорить «всем привет», потому что все знают «привет» по-русски, по-английски, по-китайски, поэтому что-нибудь скажи, да? Окей. Что она говорит? Я буду говорить, что сегодня работа очень занималась. Так что сегодня работа очень занималась. Сегодня работа очень занималась. Сегодня работа очень занималась. Я надеюсь, это немножко отвечает на вопрос. Так, есть ли еще вопросы к Таде, ребят? Ну, просто чтобы мы его отпустили, потому что у человека уже почти два ночи. И предлагаю задать все вопросы, которые интересны. Может быть, по сравнению вузов, может быть, про первые сложности. На вопросы типа «каковы перспективы в специальности химии, экологии, каковы перспективы маркетолога», мы сейчас чуть позже ответим. Мы абсолютно точно ответим на это. Ребят, все-таки есть еще вопросы к Таде? Или мы все отпускаем его? Окей. Он говорит, что будет рад, если увидит кого-то из участников сегодняшнего вебинара в Киеве. Всем добрый вечер! Да, добрый вечер. Вот подключился к нам еще один участник нашего сегодняшнего вебинара, Николай Руденко. Он вам расскажет об образовании в России, будет сравнить образование в России и в Китае. Немножко расскажет про свой опыт как китаиста, и как ему это помогло в дальнейшем в трудоустройстве и в его профессиональной жизни. Ну так, давайте начнем. Итак, меня зовут, как верно сказали, Николай Руденко. Я младший научный сотрудник Института Востоковедения РАМ. Работаю в отделе Китая. И я учился, как окончил Новосибирский государственный университет, так и, собственно, в Китае, окончив Сямэйский университет. Это провинция Худзянь напротив Тайваня. Прекрасное место, субтропики, пальмы и пляжи. Но, в общем, я так думаю, что интересно нам сейчас в первую очередь не пляжи, не пальмы, а образование. Итак, видел в чате, что, прежде всего, было интересно услышать про магистратуру. Про то, реально ли попасть на бюджетное обучение на стипендиальной магистратуре. Понятное дело, что кухня там довольно закрытая. Как они отбираются, это дело тоже закрытое. Но сказать можно, что вполне реально поступить. Даже, в принципе, с достаточно средним резюме для средних вузов этого будет достаточно. И не такое большое значение, на самом деле, имеет, учитесь вы там в топовом вузе, или же вы учитесь в вузе, так сказать, среднем. Ну, на самом деле, мелкие вузы редко берут к себе международных студентов, поэтому совсем плохой, такой, знаете, неказистый вуз вы, скорее всего, даже не попадете. А, так, смотрите. Уровень языка для магистратуры. Ну, опять же, зависит от престижа вуза. Если вы планируете поехать в какой-нибудь Бейда, в Бейдиндача китайский, такой один из основных самых топовых университетов, или в Цинхуа, то, конечно, с вас потребуют тысячи шесть, много-много разных других сертификатов, в основном связанных с международной деятельностью, с конкурсами китайского языка, возможно, с научными публикациями по теме. Следует помнить, что в Китае, в принципе, насколько мне известно, больше принято поощрять именно образовательные интересы, то есть учебные. Ваш интерес к культуре Китая, специальности. И поэтому, опять же, ваши научные достижения будут оценены самым максимальным образом. Максимально возможны вывод по магистратуре, и все прочие формальные вещи указаны, они обновляются, они указаны на сайте стипендий, которые выдаются. То есть вы, когда подаете на стипендии, вы подаете на определенную стипендию. Я учился по стипендии китайского правительства. И, соответственно, у него есть сайт, где все можете посмотреть. Годы были, они меняются, но, по-моему, лет до 30, там точно это возможно, или до 40. Уровень языка, в общем-то, понимаете, очень такое дело гибкое, потому что у вас может быть шестой ческейс, но вы можете достаточно плохо понимать, что вам говорят, отлично читать тексты. У вас, может быть, вообще не будет ческея, но вы можете понимать китайцы, потому что прожили 10 лет рядом с ними, общались, значит, сидели за одной партой, непонятно где, ну, вдруг такое было. В общем, нет такого, понимаете, критерия, по которому, можете формально сказать, у меня есть термические, значит, я могу это понимать. Тут, скорее, важно о том, насколько вы хорошо владеете терминологией в своей собственной сфере специальности. Например, вы идете по экономической специальности, и вы уже знаете, как те или иные основные термины переводятся на китайский язык. Тогда вам будет проще понимать то, что вам говорят лекторы. Сразу скажу, что моя специальность – это китайская философия, я сейчас работаю именно по этой специальности, и в Китае учился тоже по этой специальности. Поэтому у меня был такой бэкграунд, и у меня было достаточно простое вхождение, хотя бывали, знаете, преподаватели с диалектными различиями, которые просто жевали слова, к тому же в силу возраста, и это был, конечно, челлендж. Ну вот, скорее всего, у вас все получится, если у вас есть бэкграунд. Вы должны что-то понимать, чего вы хотите, и что вы хотите там услышать. И да, специальности зависят требуемые частицы. Как правило, на технические специальности, мне кажется, он пониже. Вот насколько я знаю, там, по-моему, четвертого было достаточно некоторой специальности. А если вы претендуете на более гуманитарный, то вам, значит, нужен уровень выше. Но это все вы можете посмотреть. То есть это гуглится. Понимаете, все, что гуглится, то, значит, уже принадлежит вам. И я думаю, тут, наверное, важнее рассказать о том, что конкретно было по опыту. Да, кто не сдает экзамен на должный уровень, того, скорее всего, не возьмут. Но это не точно. Поэтому сдавайте экзамены, и все будет хорошо. А как можно учить китайский именно для китайского философского? Ну, понимаете, его нужно учить. А когда вы его учите, вы постепенно участвуете в конкурсах, следите за тем, что организуют именно китайцы. Потому что у китайцев есть такая особенность. Они очень хорошо относятся к тому, что организуют они сами. Если вы участвовали в конкурсах, например, в китайский мост, и заняли там какое-то место, может быть, просто получили приз зрительских симпатий, выучили какое-то стихотворение классическое, очень плохо его, значит, зачитали, ну, плохо, знаете, объективно, но очень душевно, и китайцы все растрогались, значит, и вам дали приз. И вы знаете, это будет очень весомым аргументом при рассмотрении. Поэтому, знаете, чем больше бумаги, тем чище ваша репутация. Сейчас я живу в России, в Москве, работаю в Институте Востоковедника, как я уже сказал, и в Китае я учился три года формально, но на самом деле два, потому что два года я слушал лекции и участвовал в образовательной деятельности там, а следующий год, третий, финальный, я писал диссертацию магистрскую уже в России. Казахи, конечно, есть, там, где я учился, их тоже было довольно много, и, в принципе, очень много ребят из Средней Азии, из Африки, вот сейчас мы общались с представителем как раз этого континента. очень хорошая интернациональная компания, и, как правило, очень дружелюбная, то есть у вас не будет, скорее всего, проблем социализации, и это даже преимущество, скорее, то есть почему это могло быть не преимущество, потому что считается, что вы приезжаете в Китай, вы там учитесь, и получаете знания, и с ними уезжаете. Но в Китай вы приезжаете, прежде всего, не за знаниями конкретными, вы приезжаете за опытом общения и коммуникации, чтобы потом использовать эти навыки себе на пользу. И вот, слушайте, знаете, как интересно, вот хочется ответить на все ваши вопросы сразу, но хочется еще и свою мысль не потерять параллельно. Давайте тогда пока раз уж отвлекся, отвечу. В Китайском универе хуже, чем в нашем. Хуже как раз таки то, что с вас не так много требуют по-настоящему. Вот по моему ощущению, все-таки, конечно, с вас что-то будут требовать, формальные требования для вас обязательно, так же, как и для, так сказать, китайских студентов. Вы можете учиться на английском языке, это будет, возможно, несколько по-другому, потому что я учился в группе на китайском языке, и диссертацию защищал тоже на китайском языке. И поэтому в группе у меня были одни китайцы, ну и, соответственно, мы с ними, так сказать, в одной лодке тянулись, и, наверное, поэтому тоже я не помню того, чтобы ко мне какие-то строгие требования себе предъявлялись, чтобы меня критиковал и так далее. Все просто радовались, улыбались, и этого было достаточно. Но, возможно, если у вас будет интернациональная группа, то вам будут уже более жесткие требования подъявляться, ну, потому что вы одни из критикалов. Так, китайский интернет не ограничивается вообще никак свободу в доступ к информации просто, потому что прогресс не стоит на месте. Есть три веселые буквы, значит, английские, которые вам помогут. Все верно, да, Мария? Вы абсолютно правы. Вас за него не посадят, просто не кричите об этом на улицу, и получите вы все, что вам будет нужно. Да, и ГВТ тоже можете смотреть, кстати. Вот я этим там частенько занимался. Так вот, собственно, мысль, мысль, мысль. Да, технические направления, к сожалению, вам не могу сказать. Могу сказать только то, что технические направления очень принимают активно, но наиболее популярные являются экономические, потому что считается, что в Китае экономика хорошо развивается, специалисты там в экономической сфере есть. И конкретно Сиамэньский университет, в котором я учился, Сиамэньский, это город провинции Фудзянь, он отличается как раз и красностью экономики. И огромное количество студентов просто приезжало со всего мира учиться экономике менеджмента. В Китае остаться реально, если вы этого захотите. Прежде всего вам нужно иметь хорошее отношение. Хорошее отношение с тем, с кем в данный момент находится в одной организации. То есть если мы говорим о университете, то это хорошее отношение с, например, вашим научным поклонителем и с вашими деканами, ректорами и так далее. То есть чем больше у вас будет хорошей, так сказать, завязки личного характера, тем у вас больше шансов там остаться. Вы всегда можете продолжить обучение в аспирантуре, то есть БОШе, так называемое, после которого вы защищаете PHD и там, собственно, живете. PHD это прекрасно, PHD еще более вольготно жить, чем магистром. Я, будучи магистром, тоже жил беззаботно. Это были одни из самых беззаботных лет в моей жизни. Да, с направлением гуманитарным, понимаете, история та же. Она достаточно сильно идеологизирована. И вас будет, может быть, раздражать обилием арктистов. Но, с другой стороны, если вы на серьезном уровне изучаете свою тематику и готовы, так сказать, приезжать туда уже к специалистам, а не просто ученикам, которым будут заливать то, что правильно и принято, в таком случае вы можете действительно заинтересовать преподавателей, исследователей и даже, может быть, получить гранты. Но, опять же, все зависит от вас. Китай – это такое место, в котором вы получаете то, чего вы заслуживаете. Вы хотите приключений – вы получаете приключения. Вы хотите учебы – вы получаете учебу. Вы хотите научиться каллиграфии, танцевать, не знаю, рок-н-ролл, что угодно. И вы это находите. В Китае есть почти все. Но главное, что вы найдете в Китае – это вы сами. Итак, ну, это все лирика, да? Давайте я расскажу конкретно по системе. Систему обучения, образования, как она построена в магистратуре. Итак, вы поступили, собственно, вас зачислили. Что происходит дальше? А дальше начинаются курсы. И у вас есть обязательные курсы, которые вы должны посещать. Есть второстепенные курсы, которые вы можете выбирать. За каждый прослушанный курс вам дают баллы. И за полный курс вам необходимо набрать определенное количество баллов. То есть, допустим, один курс – это 3 или 2 балла. В зависимости от того, обязательный он или нет. И в итоге вы должны получить 36. Тогда вас допускают в защите. Вот, у вас есть 3 года, чтобы набрать эти баллы. Вы можете лежать на пляже, попивая коктейль 2 года. Ну, все равно выходя на обязательный курс при этом. А затем серьезно поработать и защититься. Но обычно делают по-другому. Обычно люди бегают, как в пене, бешеные. Первый, значит, год или полтора. А затем уже попивают коктейль. Чего я вам советую сделать? Хотя, опять же, полгода дать себе на вход было бы, я думаю, очень правильно. Потому что спешить как бы некуда. Подработку можно найти всегда во время учебы. Ну, понимаете, все зависит от вас. Никто вам подработку эту не сделает. Иногда ваши китайские друзья могут вам ее предложить. Ну, ваше везение и ваша инициатива. Мне кажется, я хотел сказать. Да, да. Николай. Николай. Со звуком перезагрузилась. Огромная просьба. Я очень вижу много вопросов по теме Китая. И часть вопросов, на которые, в принципе, мы с удовольствием ответим. Очень хочется, чтобы вы своим опытом обучения поделились. Вот как у вас все это было? Вот какую-то такую вещь, которую, ну, может рассказать только тот, кто учился там. Да. Поделитесь, пожалуйста, опытом. По опыту. Во-первых, не переживайте и не накручивайте лишнего. Все очень просто и в ваших руках находится. Просто если вы занимаетесь, чем-то интересуетесь. Отношения, отношения ваши с преподавателями и с однокурсниками, они важнее ваших успехов формально. То есть в Китае очень важно сохранять лицо в себе и окружающим людям, заботиться об этом и обращать внимание на вежливость. Вы можете быть сколько угодно, как сказать, недогадливым, но вы всегда обязаны быть вежливым. И показывать, что да, я приехал в другой страны и, в общем, поэтому извините меня, пожалуйста, да, если я вам сейчас дико нагрублю. Но, в общем, не хочу этого делать. То есть подход очень простой. Это первое. Второе. Старайтесь завязывать неформальные отношения. То есть неформальные отношения получаются когда? Не просто когда вы однокурсники и общаетесь по своей теме профессионально. Это когда вы можете пойти, например, на кружу танцев и потом уже общаетесь на неформальной теме с ними. Чем больше вы будете общаться с неформально, тем быстрее будет прогрессировать ваш язык, и тем больше вероятность того, что вы сможете завязать неформальные отношения с людьми. И, соответственно, связи. Понимаете, что вам даст возможность к дальнейшему очень интересному взаимодействию. Возможно, в сфере бизнеса, возможно, в сфере образования. Все, что вам будет интересно. Наконец, что еще вам сказать про опыт? По опыту, ну, вы должны точно знать, что вам нужно. В Китае можно получить все, но быть вежливым при этом. Ну, и если вам нужно, грубо говоря, нужен вам диплом престижного буза, то вы просто учитесь, не портите отношения ни с кем. А желательно их налаживать. И общаетесь по максимуму. То есть, Китай — это приятное место для того, чтобы провести несколько лет, но вы должны точно понимать, зачем. Потому что вы можете там остаться на три года, потом на пять, потом на десять, а потом вообще, ну, подумать о, собственно, а что я хотел этим добиться. Потому что место очень приятное, на самом деле. Вот, пожалуй, то, что я хотел вам сказать, самое главное. Сейчас... Так, меня слышно. Сейчас... Ребят, можно задать вопросы. Ну, в частности, именно вот то, что вы хотите узнать, потому что рассказывать про все, наверное, невозможно. Рассказывать про всю систему обучения в Китае тоже. Ну, как, возможно, но... Просто это займет очень много времени. Вот, я думаю, что здесь какие-то такие... Некоторые нюансы. В обучении в Китае, конечно, да. Но, извините, не эксперт. А также было бы интересно послушать. Да, по поводу... Я видел вопрос был. Про экологическую ситуацию, личные продукты питания, стоимость жизни. Ну, понимаете, стоимость жизни сейчас повыше, чем в России будет. Качество не всегда при этом выше. Ну, опять же, на уровне студенческих потребностей, я думаю, что вас ничего смущать не будет, если вы будете туда учиться. Экологическая ситуация очень сильно варьируется от города к городу. То есть, если вы живете в Пекине, у вас будет, скорее всего, ну, больше напрягать проблемы экологии, чем в том же, например, в Семене, где учиться. Потому что в одном из самых чистых городов. Поэтому экология меня не напрягала. И, единственное, вода хуже, чем у нас в стране. Ну, с водой ничего не сделать. И нужно следить за своими собственными, знаете. Ну, каждый организм индивидуален. И, может быть, у кого-то кожа начинает плохо реагировать на влажный климат. И вы должны тоже об этом знать, прежде чем ехать на долгое время. В идеале, съездить на месяц, пожить на программу, может быть, попасть. Если есть такая возможность. Так. Готовы ли я сам все введу? Николай, а можете... А можете... Вот, ну, наверное, у меня будет основной вопрос. Что вы можете порекомендовать сейчас тем ребятам, которые задумываются об обучении в Китае, но, может быть, там до конца не решили? Ну, то есть, у них, как бы, есть какое-то сомнение, они не понимают все-таки, ехать или не ехать. Что вы бы им сказали на основании вашего опыта обучения в Китае и, в принципе, вовлечения в Китае? Ну, слушай, если есть такой вопрос. Ехать, не ехать, то лучше ехать. Просто потому, что лучше сожалеть о том, что человек сделал, чем то, что он не сделал. Вот, даже исходя из этой позиции. А если вы взвешите плюсы и минусы, ну, вы едете в Китай, чтобы получить, в первую очередь, языковой опыт. Ну, вы же наверняка едете туда, не за тем, чтобы общаться там на английском языке только, иначе вы бы поехали, может быть, в другое место. Ну, или вы едете в совсем топовый вуз, в котором есть англоязычная программа, и вы точно знаете, зачем мы, опять же, это будем. То есть, что посоветовать людям, которые думают ехать или не ехать? Ну, Китай не страшный, Китай приятный. Особенно, если вы к нему расположены. Ну, даже если вы к нему не расположены, он все равно интересный. Вы много историй привезете оттуда. Будете байки травить у друзей потом всю жизнь, вот, о том, что вы там видели. Итак, программа. Да-да-да, программа тригона обычно. Машина с родственниками. Это, наверное, один из таких, знаете, культурных мемов. Прокидается так же, как в мозге обезьян или что-то подобное. Ну, это, понимаете, не встречается в обычной жизни. И это исключение из общей, знаете, такой вежливой картины, которую вы будете видеть в Китае, скорее всего. Ну, они не будут влиять на вашу жизнь. Вам не предложат чего-нибудь такого противного. Николай, а поделитесь, вы, вот вы обучались в университете, вы как-то продолжаете контактировать с теми студентами, с кем вы там вместе учились? Не знаю, там, продлилась ли вот эта дружба, взаимодействие? Ну, как вам сказать дружба взаимодействия? Ну, если я приезжаю в Китай, я им пишу, и мы встречаемся и идем в кафешку пообедать. Вот, а так-то у всех в своей жизни все взрослые люди, ну, в общем... Китайские, получается, друзья, это китайцы? Или это русские, которые там остались? Русские там, как правило, знаете, уезжают потом. Они, ну, по крайней мере, с кем я общался, они были там какое-то время, и, может быть, они были там дольше, чем я, но они потом все равно уезжали. И, так сказать, дальше пошли. Есть возможность учиться боевым искусствам? Есть, конечно, только, опять же, да, знайте, куда вы идете и узнавайте ситуацию. Вообще, разведка — это ваше все. Вот вы хотите поехать обучиться чему-либо? Вот узнайте, где это лучше сделать. Вы хотите поехать в БУС определенному учиться чему-то? Вы позвоните туда, напишите им e-mail и скажите, вот, а не поможете ли вы мне, уважаемые, значит, мне такому вот желающему обучиться, горячему юноше, любящему беззаветно Китай, что ваши профессора изучают? И вам, скорее всего, ответят. Что профессора изучают? Вы узнаете, кто там есть вообще. А дальше, да, почему русские уезжают? Ну, потому что жизнь, она не стоит на месте, и то, что нужно было сделать или делать, двигаются дальше. В Китае невозможно получить гражданство. Как вы знаете, если, да даже, по-моему, в принципе, если, по-моему, вы даже в брак вступите с гражданином Китая, по-моему, это невозможно. Только если вы спасете Китай, метеорит там разобьете от Китая, тогда вам дадут почетного гражданина или что-то подобное. Это очень сложно сделать. Поэтому и уезжают, потому что невозможно. Николай, я просто вижу, что у нас по времени уже выходит наш тайминг. Хочется ответить еще на несколько вопросов, поэтому я предлагаю постепенно закругляться, просто чтобы давно очень здесь не сидеть. Вот, ну, огромное спасибо, что делитесь опытом. У меня один вопрос тоже. Ну, поделитесь вот вашим мнением на основании того, какой у вас есть опыт, насколько вы с Китаем контактируете. Кому бы вы не порекомендовали ехать в Китай ни в коем случае? Ну, кому бы я не порекомендовал ехать в Китай ни в коем случае? Тем, кто очень любит ныть. Вот, если вы любите ныть, вы в Китай не езжайте. Потому что Китай, вы понимаете, такая страна, где вы можете сесть в какой-то ужасный, там, не знаю, поезд, поесть вонючую лапшу и, значит, искренне от этого кайфовать. Потому что ничего лучше в жизни... Ну, нет, я, конечно, утрирую, много чего есть лучше в жизни, чем вонючая лапша в поезд. Но вас это будет, так сказать, захватывать, что вы будете вспоминать эти дни как одни из самых ярких в своей жизни. Поэтому езжайте в Китай не только за рациональным, но и за иррациональным, если вы чувствуете себе такую тягу. А, по-моему, по молодости это как раз то, что нужно человеку. Спасибо большое уважаемым участникам. Очень приятно читать ваши, так сказать, отзывы, комментарии. Николай, спасибо огромное за то, что поделились опытом. Помогли ответить на такие интересные вопросы. До новых встреч с вами. Спасибо большое. До свидания. Доброго вечера. Друзья, ну, действительно, уже пора закругляться. Есть несколько вопросов, на которые хочется ответить. В частности, было много вопросов касаемо востребованности, касаемо специальностей. Я вижу, что Надежда поделилась ссылкой, где можно почитать подробнее. Ну, что я могу здесь сказать? Про востребованность после обучения. Ну, однозначно, мы всегда об этом говорим всем ребятам. Однозначно, в Китае стоит ехать, и это одно из самых востребованных направлений. Это, конечно же, связанное с бизнесом, с интернет-бизнесом, с электронной торговлей, с специальностями, связанными с логистикой. Китай производит настолько много товаров, и он поставляет их во все страны. У них логистические цепочки, они очень хорошо развиты, они на этом постоянно работают. В Китае один из лидеров по строительству, по биотехнологиям, по фармацевтической инженерии. Соответственно, туда стоит ехать за этими специальностями, потому что вы будете чувствовать свежую индустрию, свежие технологии, которые сейчас применяются прямо вот на этом этапе. Также, безусловно, IT-технологии, электроника. Ну, например, в Китае, допустим, среди наших вузов есть Харбинский институт технологий, он в мире занимает девятое место по компьютерным технологиям. И есть еще ряд вузов, которые одни из самых сильнейших. И Китай сейчас тоже один из лидеров именно в этих областях. Естественно, в Китай следует ехать, если вы планируете изучать китайский язык, если вы хотите работать переводчиком, либо хотите преподавать китайский язык, ну и, в принципе, окунуться в переводы ведения, в Китай ведения. Безусловно, это нужно делать в той стране, где это пропитано, то есть страна пропитана, это ее культура, это ее история, это, в принципе, ее язык. Соответственно, именно в Китае вы сможете погрузиться в это в наибольшей степени. Ну и, в частности, я говорю не только про изучение самого китайского языка, но и про перевод английский-китайский, русский-китайский. Безусловно, китайский нужно практиковать, изучать, и желательно это делать в языковой среде. Тогда процесс, он пойдет гораздо быстрее и эффективнее. По поводу, были вопросы по поводу экологии и химии. Китай сейчас в химической инженерии, в экологии, он тоже изобретает очень много всего, потому что, ну, не секрет ни для кого, что с экологией и в мире, и, в частности, в Китае, ну, например, в Пекине, да, там есть определенные трудности, и Китай сейчас изобретает постоянно новые технологии, там, строит определенные, там, искусственные деревья, искусственные блоки, с помощью которых он очищает воздух от загрязнений. Ну, соответственно, если вы хотите изучать новинки в этих областях, в этих сферах, то езжайте туда. Другой вопрос в том, где дальше трудоустроиться, но это будет зависеть, во-первых, от вас, потому что, в любом случае, вопрос трудоустройства, он всегда зависит от самого кандидата. То есть, какой бы вы не получили корочку, сама корочка, она вас не продвинет на работу. Вам нужно набрать определенный бэкграунд, вам нужно правильно себя показать в университете. И здесь, с точки зрения поступления в вузы нашего консорциума, могу сказать, что здесь есть плюс... Так, секунду, кто-то хотел в эфир. Здесь есть плюс в том, что консорциум China Campus помогает студентам трудоустраиваться после выпуска из университета. В частности, как я уже сказала, у нас есть порядка 100 крупных китайских партнеров. Мы сейчас ведем активно переговоры на то, чтобы добавлять в список партнеров тех работодателей, кому нужны специалисты со знанием китайского языка. Ну и в частности, допустим, в российско-китайских компаниях, в России вообще, в принципе, таких специалистов очень мало, они на вес золота, а работодателям они нужны. И, соответственно, с сентября 2017 года у консорциума будет собственная онлайн-платформа по трудоустройству. И студенты наших вузов уже на последних курсах бакалавриата, ну и, соответственно, после выпуска, и то же самое касается магистратуры, в принципе, на всей магистратуре, смогут пользоваться этой онлайн-платформой, находить стажировки, приходить на ярмарки вакансий и, соответственно, уже протаптывать себе дорожку в крупные компании. Если вы себя хорошо зарекомендуете, покажете как профессионала и заинтересуете работодателя, вы можете потом трудоустроиться в Китае, потому что у вас стажировка будет именно там. Либо вы можете вернуться в Россию, либо в другую, в иную-другую страну, которая работает с Китаем. Сейчас с Китаем весь мир работает, по сути. И вы сможете работать в международной компании, найти себя. То есть здесь у вас будет большой спектр. Здесь просто зависит, конечно же, от тех целей, которые вы перед собой ставите. То есть где вы хотите работать, какой компании, кем. По поводу... Друзья, сразу скажу, вот в течение пяти минут отвечу еще на те вопросы, которые остались, и уже завершаем встречу. Вижу вопрос про дизайн. Ну, дизайн, во-первых, бывает абсолютно разный. То есть есть виды, там, визуальный дизайн, дизайн-продукт, дизайн-ландшафтный дизайн, дизайн окружающей среды, там, анимационный дизайн. Но абсолютно разные виды здесь, наверное, я не хочу обобщать. Это нужно смотреть отдельно. Но дизайн... В принципе, есть вузы, которые сильны по дизайну. Есть, допустим, дизайн одежды тоже. У нас есть вуз, университет Дунхуа, который сильнейший, там, собственные показы, там, модные различные шоу и так далее. Но здесь зависит просто от вида дизайна и от тех целей, опять же, которые вы себе ставите. То есть сложно сказать, что в той или иной стране нужно получить ту или иную специальность, если мы не знаем и вы не знаете, где вы хотите потом работать и осуществлять, применять то образование, которое вы получили. Журналистика, Анна. Ну, журналистика, запросов много. Я думаю, что, ну, как бы, если смотреть в процентном соотношении, конечно, журналистика не имеет такой подавляющий вес. Но есть ребята, которые хотят именно на журналистику, изучают китайский язык. В любом случае, это специально связано с коммуникациями. Поэтому, если вы отучитесь на журналистике, на китайском языке, у вас, во-первых, будет китайский язык, во-вторых, у вас будет налажена коммуникация, вы потом можете идти в те или иные сферы. То есть не обязательно даже журналистом быть. Вот, но там есть ребята, кто едет на журналистику. Были еще вопросы, прям секунду посмотрю, про гранты. Вот, друзья, сразу скажу про гранты, про вузы, про определенные города. Мы с удовольствием вам расскажем, но это сложно в рамках общей встречи сделать. Поэтому, пожалуйста, лучше оставьте заявку, и вас эксперт по образованию индивидуально проконсультирует, разберет именно вашу ситуацию, ваши вопросы, ваши пожелания, и просто расскажет про то, что вам подходит. Я рекомендую именно индивидуально пообщаться. Так, по поводу магистратуры я видел много вопросов. Скажу коротко. Да, конечно, можно обучаться на магистратуре. Есть даже специальная программа предмагистратурской подготовки, которая готовит вас к магистратуре и к дальнейшему трудоустройству, и там прям фокус на то, чтобы вы умели делать исследования, чтобы вы умели правильно показывать себя перед работодателем, чтобы вы как раз вливались в стажировки, в ярмарки вакансий, ну и при этом, естественно, вы учили язык. Поэтому это есть. Если вам интересно, можете как раз у нас индивидуально проконсультироваться. Есть ли в консорциуме CCN вузы направлено нефтегазовое дело? Да, есть. У нас есть два профильных вуза. Это Китайский нефтегазовый университет в Циндао и Сианский нефтегазовый университет. То есть это вузы профильные, соответственно, у них там очень много специальностей, связанных с разработкой, с добычей, с переработкой, с хранением, с транспортировкой нефти и газа. Можно это рассматривать. Сдавать ли экзамен по рисунку на архитектуру на бакалавра? Это уже такие точечные вопросы. Здесь, смотрите, на архитектуру не требуется прямо в обязательном порядке всегда какое-то огромное портфолио, как, например, требуется на творческие специальности, на изобразительное искусство и так далее. Но в ряде вузов возможен экзамен. То есть если вы хотите напрямую сейчас поступать в какой-то топовый вуз, ну, естественно, у вас там запросят портфолио и так далее. То есть это зависит от требований конкретного университета. Здесь сложно обобщить. И вопрос, ну, наверное, последний, который мы сегодня рассмотрим. На сайте есть список всех вузов по всем направлениям. У нас 34 вуза, очень много всего там, и бакалаврят, и магистратура, и подготовка предвузовская, и там различные специальности, направления. Мы сейчас как раз обновляем Александра, поэтому я думаю, что на следующей неделе уже можно будет зайти на сайт, и прям там будет еще более обновленная версия со всеми специальностями. Можно будет по фильтру прям пощелкать, посмотреть. А если уже детально хотите, то обращайтесь к нам. У нас эксперты вам уже более подробно там все расскажут, ответят на вопросы. Ну, ребят, давайте завершать тогда. Я очень рада, что в такое время вы вовсю так активно задаете вопросы. Я думаю, что тема образования за рубежом интересна, и в частности тема обучения в Китае. Я так увидела и услышала, что очень много вопросов именно по Китаю. Несмотря на то, что сегодня встреча была посвящена не Китаю. Мне очень хотелось, чтобы мы с вами посмотрели на разницу образования в нескольких странах. Не во всем мире, конечно, но в основных странах, которые обычно ребята спрашивают и рассматривают. Поэтому спасибо вам огромное за встречу. Я надеюсь, что вы для себя получили ответы на часть ваших вопросов. Ну и мне, конечно же, хочется, чтобы вы задали себе те вопросы, про которые я вам рассказала. И именно ответы на эти вопросы позволят вам простроить ваш дальнейший образовательный и карьерный маршрут. Удачи вам, ребят. Всего самого наилучшего. И если вы будете рассматривать Китай, мы вам с удовольствием поможем. Обращайтесь в консорциум. Всегда рад вам. Доброго вечера. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok